популярная и одновременно самая загадочная валюта в мире. Изображенные на нем символы давно волнуют воображение конспирологов всех мастей. Неудивительно, что история доллара обросла мифами. Согласно одному из них, современный облик американской валюты придумал наш соотечественник. Таинственный Макроновский по версии, получивший широкое хождение, дизайн нынешних американских купюр в 1928 году создал художник-эмигрант из России Сергей Макроновский. Его же идеей якобы было включение в рисунок банкнот портретов американских президентов. Данный факт российские СМИ, журнал, спутник, газета, аргументы и факты растиражировали в начале 1990-х годов, впоследствии информация перекочевала в интернет. Примечательно, что даже серьезные издания путают серию банкнот 1928 года, где на однодолларовой купюре еще не было пирамиды с тиражом 1935 года, с этого момента пирамиды на обратной стороне купюры и появилась. Макроновский расположил на одной из сторон долларовой бумажки элементы большой печати, государственные эмблемы, США, орлана с оливковой веткой и стрелами, а также изображение незавершенной пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещено Всевидящее Око Великого Архитектора Вселенной, гласит справка «История происхождения американского доллара» на сайте РИА Новости. Кем же был Сергей Макроновский и откуда известно о его причастности к созданию эскиза денежного знака? Ответа на эти вопросы не существует. В книге нумизмата Александра Щелокова «Деньги мира» утверждается, что личность Макроновского попытался рассекретить американский историк Альфред Сигерт. Перерыв горы документов, Сигерт потерпел полное фиаско, самым удивительным для исследователя оказалось то, что никаких сведений об этом человеке ему не удавалось найти даже в архивах пограничной службы США. Впрочем, теоретически российский эмигрант с таким именем и фамилией вполне мог существовать. Макроновский, Макроновский, фамилия, по-видимому, польского происхождения. В восстании Костюшко в 1794 году принимал участие генерал Станислав Макроновский. Носители фамилии Макроновский, по данным сети Facebook, и сейчас проживают в Польше. В России же и на Украине живут несколько Макроновских. Американская ветвь фамилии, если и существовала, то либо угасла, либо ее носители не пользуются соцсетями. Причем тут Рерих? Но что же все-таки удалось выяснить Сигерту? Сопоставив факты, американец пришел к выводу, что под псевдонимом Сергей Макроновский работал русский художник и оккультист Николай Рерих. Предполагаемая связь Макроновского с Рерихом основана на двух фактах. Во-первых, Макроновский, по некоторым данным, использовал псевдоним Кирих, созвучный с фамилией Рериха. А во-вторых, сам Рерих оказывал определенное влияние на сотрудника администрации Рузвельта, Генри Уоллеса, который был инициатором изменения дизайна кутуры. Политик даже считал Рериха своим духовным учителем. В 1928 году Уоллес еще не занимал государственных постов, но в 1935 он был уже главой департамента сельского хозяйства. Мог ли государственный деятель такого уровня, по знакомству, поручить русскому художнику нарисовать доллар? Вопрос непростой. В 1936 году Уоллес, пользуясь своим влиянием, например, убедил Франклина Рузвельта поддержать пакт Рериха договор о сохранении культурного наследия. Однако гипотезу о причастности Рериха даже к рисунку однодолларовой купюры опровергают в Международном совете рериховских организаций. На сайте Совета в 2009 году был опубликован официальный ответ из США на запрос об авторстве дизайна купюры 1 доллара 1935 года. Им был некий Эдвард М. Уикс, сотрудник гравировального отдела бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг при Министерстве финансов США. Отметим, что идея поместить на банкноты портреты президентов также не могла принадлежать никакому русскому художнику. Такие изображения встречались на американских купюрах ещё в XIX веке. Тогда же возникли и другие элементы, шрифты, цвета, рисунки, которые последующие дизайнеры лишь варьировали.